Уважаемые зрители, первая часть нашего большого интервью с Мухтаром Кабулычем Аблязовым, вы ее уже видели, кто не видел, можете смотреть в ссылке в описании, она будет. В первой части мы с Мухтаром Кабулычем поговорили о его видениях, о смене власти, о его позиции. И во второй части мы поговорим уже на эту же тему, но у меня будут уже немножко другие вопросы. Мухтар, скажи, пожалуйста, вот вы говорите, что вам не нравится, что происходит сегодня в Казахстане. Вы говорите о том, что ежегодно воруются оттуда 30 миллиардов долларов. Вы плохо отзываетесь о Такаеве. Я это слышал в ТикТоке от вас. Вы где-то его там напугали, куда-то прижали там, что-то там то ли ударили, что-то такое. Вы называете его откровенно трусом и все в этом духе. Я слышал слово трус. Я же ничего не придумываю, мне зачем это. Является ли это частью вашего лидерства в глазах казахов. То есть попытаться быть лидером. Вот я его там вот как-то вот, смотрите, чисто по-мужски, чисто по-казахски я с ним разобрался, а он оказался трусом. Вам не кажется, что современные казахи, они немножко уже другие. И мне кажется, что и ценности современных казахстанцев уже другие. И потом, второй вопрос. Вам не кажется, что то, что вы сейчас говорите, это такое повторение украинского сценария? Вы же дальновидный политик все-таки. Вы же понимаете, что в любом деле есть риски, как в финансах, как в политике, как в социуме? Украинские вы имеете в виду что? Просто... Майдан. Майдан? Майдан. Майдан, так, окей. Свержение и досрочные выборы. То есть это целые процессы? Конечно. Но это мы, что больше 30 лет будем сидеть без движения в болоте, боясь движения, процесса. Да, это во всем мире, каждые четыре года происходят процессы, идут выборы, приходит новый президент или новый премьер-министр, так обновляется общество и развивается страна. А мы же не можем, если один человек больше 30 лет контролирует власть, ворует, держит нищие народ, говорит, что Майдан это страшно. Майдан это хорошо, это справедливо. Майдан говорит о зрелости гражданского общества, то, что они объединились, у них есть видение, как развивать страну. Они видят, что те люди, которые управляют страной, они не имеют права управлять, у них есть на это аргументы. Почему есть аргументы, когда тысячи людей выходят, десятки тысяч, они разделяют эту позицию. Они нищие и бедные, они довольны этим режимом, властью, и это нормально. Так весь мир развивался. И именно поэтому Америка это Америка, Европа это Европа, потому что люди не дают власти сидеть десятилетиями, что происходит в Казахстане, во всей Центральной Азии, в России и так далее. Это нормально, это очень хорошо, что Майдан. Понимаете? Это пропаганда, скажем, авторитарных режимов, которые хотят всегда быть у власти и пугать неким Майданом. Пусть не воруют, пусть участвуют нормально в политической жизни, участвуют прозрачно на открытых, честных выборах. Если проиграли, пусть уходят, если украли, пусть садятся в тюрьму, все по закону. И Майдан в этом смысле это, я считаю, что не то что положительный фактор, это очевидно. Майдан это движение вперед. Если в таких вещей не будет Майданов, общество будет жить вот как при сталинском режиме десятилетиями гнить, как Советский Союз гнил тюрьма народов. Это очень хорошо, что есть Майдан. Я думаю, что я вам по Майдану свою позицию изложил. И первая часть вопроса, пожалуйста, повторите. По поводу отношения к Стакаевым, о тех угрозах, оскорблениях в его адрес. Не кажется ли вам, что это сегодняшние казахстанцы имеют несколько другие ценности? Если вы этим самым хотели как бы их вот заполучить, их протекторат, да, вот их голоса, их вот поведение, вот отношение к вам. Не кажется ли вам, что сегодня казахстанцы немножко другие? Вы давно не были в Казахстане? Мне не нужно быть в Казахстане. Я там всегда. Я каждый день там. Я знаю о стране больше, чем любые министры, включая самого Токаева. Я знаю больше. И у кого есть сомнения, я их приглашаю показать, что они действительно знают больше меня. Таких я пока не видел. Что касается, вот в частности, то, что вы какой-то кусок моего выступления застали, на самом деле вы же, ну, скажем, не наблюдаете за мной каждый день. Я регулярно выхожу в эфир. Это, скажем так, часть контекста. Поэтому вы зацепились за часть контекста. А суть заключается в следующем. Режим всегда пытается, ну, выставить этого лидера некий такой вот, знаете, силой. Вот, собственно, как в России он садится с торсом, типа спортом занимается. Я крутой, на самолет летает и так далее. Поэтому в авторитарных режимах нужно просто опровергнуть. Тем более, когда, ладно, Путин он спортом занимался и так далее, как-то соответствует этому образу. А когда у нас президент страны, рыхлый, не спортивный, просто вот такая вот рыхлая масса, не хочу резче говорить, безвольная, при том это, когда я говорю, я же не просто говорю как эксперт, я говорю как человек, который работал с ним в одном правительстве. Он не профессионал, не разбирается ни в экономике, ни в чём. Он был министром иностранных дел, а Казахстан не является какой-то большой державой. Она фарватерей России постоянно или фарватерей больших стран. И министр иностранных дел, по сути дела, просто сектор протокола, который встречает руководителей тех или иных стран у трапа самолёта, ковёр, цветочки и так далее. Эти министры не формируют международную политику по авторитарных странам. Её формирует тот, кто захватил власть. Поэтому вот этот человек, он ничего из себя не представлял. Я с ним работал в правительстве. И даже был какой-то короткий период, у нас были тёплые отношения. А потом в поездках по России я понял, что это человек, который раб по своей сути. Он учился в МГИМО. Это бывшие все КГБшные работники, по сути дела. И у него психология раба. Психология не человека, представляющего интересы независимого государства, а именно того, скажем, продукта советской системы, который не принял, что Казахстан стал независимым государством. И во всех этих поездках в Россию он вёл себя просто как вассал. Все действия, которые он экономически характерно предлагал в тот момент, они были направлены, ну, фактически это ущерб нашей стране. И вот, собственно, эта ситуация привела, что между нами возник конфликт сразу. Это ещё было в 99-м году. Конфликт был именно в Москве. И он не прекращался. Это раз. То есть я говорю ещё раз, это не профессионал. И мне было важно людям это продемонстрировать. Я эти последние четыре года, когда он президент, показываю. Смотрите, он объявил ту или иную программу. Но она нереализуемая. Через короткое время люди подтверждают, видят это. Потом говорю, смотрите, он лгун. Он говорит, что мы Конституцию не будем менять. Через несколько месяцев он говорит о изменении Конституции. И он говорит, что он президент, а я говорю, он не президент. Он как, знаете, когда Медведев с Путиным были, менялись должностями. Ну ладно, Медведев там как-то ещё более-менее выглядел как президент. Они эту игру как-то поддерживали. А здесь при действующем президенте Назарбаев, пенсионер, встречался с Путиным, с главным государством. А это где-то сзади сидел на подхвате. Путин год не мог его имя-отчество произнести. Жемель Кемелевич, Кемель Жемелевич. Мы смеялись, Россия смеялись. Вот только сейчас он сумел выучить его имя. Это был номинал. Поэтому я нашим людям, которые воспринимают власть как некое, знаете, божество, я поясняю, что это не божество. Это мебель просто, куда его поставили, он там и стоит. Физически, как они его представили, его пиарщики, выходили, молодёжь собирали, говорили, только кто? Тигр. Вот так вот, тигр. Ну, тигр должен быть тигром. Это безвольная масса, я говорю, это безвольная масса. Он не тигр, он не управленец, он ничтожество. И как мужчина он трус. Трус, во-первых, как политический деятель, потому что не допускает никого на выборы. Пальшивые выборы сажает людей в тюрьмы, пользуясь возможностями главы государства, репрессивным механизмом. Это трус. Потому что если ты не трус, ты идёшь на выборы и побеждаешь, демонстрируешь силу. А если ты искусственно выбиваешь, это как чемпионом мира, как стал. Взял своих соперников, всех отстрелял и стал потом чемпионом среди бабушек и дедушек. Это и так вот выглядит. Понимаете? Поэтому это я показывал риторику. И когда люди воспринимали некоторые как тигр, я говорю, да вот моя история. Когда вот этот человек неправильно себя вёл, я просто по мужски решил с ним разобраться. Когда я был 35, ему 45 лет, что называется, он в расцвете сил. И он сразу струсил, сразу стал у меня просить прощения. Я этот пример приводил. Поэтому это не то, что в один случай, что более внешне щуплы, чем он, запугал более взрослого человека, более выглядящего крупнее. Нет, это был комплекс аргументов. И в экономике, и в политике, и в жизни, и так далее. Просто вы застали маленький кусочек. И у вас возник вопрос, а является ли это ценностью для наших граждан? Нет, это не является в чистом виде ценностью. Это в целом просто дополняет портрет этого человека. И всё. Я бы сказал немножко по-другому. Вот обычно, это моё чисто субъективное мнение. Зрители в комментариях могут на меня ополчиться. Но мне кажется, всё-таки это ваш портрет в первую очередь. Вы не его портрет нарисовали, вы свой портрет нарисовали, мне кажется. Мне кажется, для человека вот такого уровня, как вы, который занимал, который входил в высшие эшелоны власти, даже если эти случаи и были, ну, озвучивать это как-то не комильфо, ну, мягко говоря. И немножко вот я бы хотел вступиться всё-таки за Такаева. Прежде чем вот с вами начать запись этого интервью, я провёл беседу, ну, у меня времени было, конечно, мало. На это я бы мог бы и больше сделать. Провёл беседу с 117 человек, ну, из Алматы. И спрашивала, вот, кого вы больше уважаете, вот он, доверие Мухтар Аблязов и Такаев. 86 человек из опрошенных сказали, что очень довольны Такаеву. Из оставшихся 30 с чем-то человек, меньше 10 человек вообще сказали, что не знают, кто такой Аблязов. А те, кто знали, отзывались негативно о вас. Но поддерживали всё-таки вас, потому что почему-то они вот считают вас, в принципе, я не спорю с этим, они считают вас финансовым гением. Это я говорю, и я цитирую людей. Они считают вас финансовым гением. Ну, что есть, что есть. Но у меня такой вопрос. Можно ли сравнить, если коротко только, ваш банк, частный банк, сравнить с пирамидой ММЭ Мавроди? Это невозможно сравнивать, потому что банк – это учреждение, которое регулируется специальными законами банковской деятельности, во-первых. Во-вторых, есть специальные финансовые надзирающие органы, которые разработали нормативы и контролируют их. Третье, есть международные аудиторы. В то время были международные аудиторы, пятёрка. Рейтинговые агентства, мировые, которые дают рейтинги странам. И мы обладали рейтингом практически на уровне страны. И мы постоянно проходили аудит от рейтинговых агентств. Нас проверяли банки-корреспонденты, которые нам доверяли свои деньги. Это в принципе невозможно. Ну и потом, когда банк регулируется разными механизмами, один человек, как вы говорите, во главе этой пирамиды, он не может принимать единоличные решения. Даже в выдаче кредитов есть специальный кредитный комитет. Состав должен быть нечётный – 9, 12, 11 человек, во-первых. Во-вторых, чтобы один кредит выдать, там службы, десятки служб, и более 100 человек экспертируют. Это служба безопасности, залоговая служба, комитеты по рискам. Затем кредитную историю клиента смотрят. То есть там, знаете, такое количество экспертов. Поэтому банк настолько регулирующий, зарегулированный механизм. Это никакая не пирамида. У него есть капитал, пилиад, сеть. Понимаете, это жесточайшая система по степени зарегулированности. К некой компании, где фактически рулил один человек в Мавродии, это невозможно сравнивать. Это как государство и частная лавочка. Но у него тоже была своя сеть, свои помощники. Он же не один был. Он не регулировался на тот момент государством. Не было регулятора. Не было требований по формированию капитала. Не было рейтинговых агентств. Не было аудиторов. Вообще ничего не было. А банк, он, это целая система. Нет, ну что такое банк, я как бы, да, знаю. Поэтому это невозможно сравнивать. И все-таки вам пришлось покинуть, и вы поехали в Лондон. И там вам дали политическое убежище. Но за вами числится, по крайней мере, со средств массовой информации, они говорят, что вы оттуда украли, вывели, не знаю я как, 7,5 миллиардов долларов. И суд Англии присудил вам выплатить банку БТА 4,6 миллиарда долларов. Но банк посчитал, что вы не уважаете этот банк, и осудил вас на 22 месяца колонии или тюрьмы, как у них там в Англии, я не знаю. И вы уехали во Францию. Там вы получили определенную защиту. Я понимаю, вы пережили многочисленные эмоциональные стрессы, потому что там розыск подали со стороны России, со стороны Украины, с Казахстана, и уже последняя судебная инстанция с Британией. Вот мне интересно, я понимаю, там люди говорят, финансовый гений. Вот я вот когда изучаю вашу историю, мне кажется, только финансовый ли вы гений вообще? Давайте сейчас насчет гений мы отдельно поговорим, да? На самом деле я, конечно, себя гением ни в коем случае не считаю. Для меня понятно, кто гений в разных сферах. Так вот, когда вы говорите, что якобы я украл 7,5 миллиардов долларов, вы должны знать современную систему банковскую. Когда банк, допустим, прежде чем куда-то отправить деньги, это целая процедура, он может выдать деньги клиенту по длинной процедуре, когда кредитный комитет, там сотни людей в этом принимают участие, система залогов, страховки и так далее. Вот это то же самое приблизительно, если упрощенно говорить, что Мухтар Аблязов подошел к кассиру и говорит, ну-ка, выдай мне миллион долларов. Вы понимаете, что кассир не выдаст? Кассир скажет, где приказ, на основании чего. Там целая система и процедура, чтобы эти деньги забрал не то, что я, а вообще кто-либо. Это в принципе невозможно. Не говоря там, что вокруг этого процедуры, безопасность, автоматчики и так далее, они никому не выдадут, потому что они материально ответственные лица. Поэтому этот посыл, что Мухтар Аблязов украл 7,5 миллиардов, это, скажем, несерьезный посыл. Если бы это было так, то опять же, международная система банковская так устроена, когда такие суммы бродят, там какие суммы миллиарды, там 100 тысяч долларов попробуй вот так укради при современной системе, это невозможно. Сразу банк задает, что за деньги, откуда они пришли, как ты их заработал, не заработал. Комплайнс контроль называется, банк-корреспондент. А доллары у нас, как известно, входят в Америку, а евро в Европе. Поэтому фактически нужно сказать следующее, что соучастниками того самого преступления являются европейские или американские банки. Ну, это нереально. Первое. Второе. Такое количество денег ты же не будешь таскать за плечом, 7,5 миллиардов. А деньги имеют след, они двигаются из банков в банк. При современной системе, когда погоню за ними направляются государства, она делает очень просто. Делает запрос в прокуратуру, например, Швейцарии, и прокуратура Швейцарии в соответствии с международными договорами блокирует как минимум эти деньги. Банк, ну там на самом деле даже банк заблокирует, потому что любые подозрительные транзакции, комплайнс должен не пропускать. Там менеджеры покурщат там банк. Поэтому это нереально, это смешно. Это как минимум, знаете, это непрофессионально для специалистов. Ну, в бытовом смысле, конечно, можно сказать, что он украл 100 миллиардов и так далее. Но для специалистов, которые понимают движение денег в банковском мире, они сразу скажут, что это нереально. Следы имеют. Они из банка в банк деньги двигаются, их невозможно спрятать. Они сразу сквозным образом вылавливаются. У меня ни одного миллиона долларов таким образом не арестовали, не задержали, не сказали. Вот мы, Муфтар Аблязов, нашли миллион долларов. Я что, кудесник, что ли? Вы говорите насчет гений. Все деньги, они двигаются по банковским счетам. Неважно, 10 банков, 5 банков. По этой цепочке мгновенно, в течение одного месяца, деньги отслеживаются. Не говоря о том, что их просто невозможно переместить. Там все банки являются участниками фатков, так называемых. Отмывание денег, капиталов. В каждой транзакции контролируется деньги, невозможно спрятать. Тем более, не то что миллиарды, там десятки невозможно спрятать. Понимаете? Люди думают, а, офшори где-то спрятали. Они даже не понимают, что это офшор. Это легальная юрисдикция. Например, Кипр, офшорную зону. Это страна Европейского Союза. И там просто льготное налогообложение. Но это законное. Опять же, там все банки работают по единым стандартам в мире. У них свирь, у них корсчета в долларах с американскими банками, с Европой, евро. Невозможно вообще куда-то что-то спрятать. Понимаете? Поэтому, если бы я эти деньги увел, то их бы нашли бы давно. Нет, уже нет. Сколько лет? Я 14 лет назад уехал. До сих пор не могут найти. Говорят, о, он такой хитрый, что он так спрятал, так спрятал, что я сейчас прошу помощи финансовой у наших граждан. И каждый день я получаю какие-то маленькие переводы, чтобы заниматься политической деятельностью и оплатить работу моих адвокатов. Ну, смотрите, если я украл столько денег, зачем мне заниматься политической деятельностью? Вы же все это произнесли в отрыве. А на самом деле, когда я пришел, возглавил свой банк, свой, между прочим, не чей-то, а свой, вдумайтесь, Мухтар Аблязов украл деньги в своем банке. Или вы украли, ограбили свою собственную квартиру. Это так звучит. Понимаете? Поэтому это то, что вот этот тезис, это власть пробросила, чтобы обмануть людей. На самом деле все было просто, это было откровенное рейдерство за то, что я занимался политической деятельностью. Я сидел в банке, финансировал всю оппозицию страны. И Назарбаев мне прямо говорил, я боюсь твоих миллиардов, и боюсь, что ты меня перевернешь и захватишь мою власть. Он меня просто боялся. И поэтому он придумал эту фишку. Налет на банк они сделали. Но я не уехал тогда, когда сделали налет. Я уехал за 4 дня раньше в Лондон. Понимаете? Дальше. Вот вы говорите, что английский суд, 4 с чем-то миллиардов, присудил против меня. На самом деле, суть не была рассмотрена в суде. Ну, в суде как? Противная сторона должна предъявить иски, принести доказательства и так далее. Против меня было 15 разных исков, по-моему. 15, по-моему. И мне присудили поражение по дефолту, за неявку. Притом, этой неявки не было. Меня просто не пустили на судебное слушание. Это было лобби. Лобби Тони Блэр, бывший премьер-министр Англии. Он получил за несколько лет 50 миллионов долларов. Вы можете загуглить и увидеть эту цифру. 50 миллионов долларов, как консультант Нурсултана Назарбаева. Его старший брат, Уильям Блэр. Моё дело попало к нему, а я даже не знал. Они тайные решения. Я полгода жил в Лондоне, был публичной фигурой, много выступал на пресс-конференции, я подал на политическое убежище. Они это дело сунули, иск тайно. Брат Тони Блэра, Уильям Блэр, вынес решение об аресте всех моих активов, о их замораживании, о отъёме моего паспорта. Вы понимаете, что происходит? Публично, когда человек внутри страны заявляет, что его ограбили, конфисковали, заявляет, что это политическое преследование. По мне было принято решение Европарламента, резолюция была ещё в 2003 году с требованием моего освобождения. Меня пытали, травили в тюрьмах. Понимаете, эта часть же у вас из контекста выпала. Она у вас, политическая часть, когда выпадает, звучит, что вот он мошенник. А на самом деле всё дело именно в политической деятельности, с тем, что я в 2001 году занялся политикой и никогда из неё не уходил. Именно поэтому я подвергался преследованиям. И власть пыталась у меня и убить, и всё прочее. Затем лоббирование было в Англии, где у Назарбаева близкие отношения с политической верхушкой. Они наняли номер один юридической компании «Лавелс» в мире. Они наняли лобби. У нас сейчас же есть переписка. Я получил политическое убежище только в июне 2011 года, а приехал я в конце января 2009 года. То есть два с половиной года меня мурыжили. А затем в наши руки попала переписка, где говорилось, как достижение. Видите, обращались к нашим властям. Мы добились, пока шли судебные процессы, ему не дали политическое убежище. И все его аргументы политические, что идёт политическое преследование, были отодвинуты в сторону. Видите, вот как работает лоббирование. То есть этот судья, старший брат Тони Блэра, принял все негативные решения, арестовал все мои активы, а потом поменяли на другого судью, их же друга. И почему меня отстранили от возможности защищаться? Это право на защиту, это фундаментальное право, которое существует в Европе, везде, во всём мире. Меня этого права лишили, якобы я должен приехать, быть на суде. Но при этом на меня организовали покушение, есть заявление в полицию, есть видео. Сама полиция ко мне в январе 2011 года пришла и сказала, «Вашей жизни угрожает опасность, вас хотят похитить и убить, и это связано с вашей политической деятельностью». И когда на меня массированное давление шло, приезжали люди из Чечни, ко мне приезжала группа от Рамзана Кадырова, прямо. И он мне звонил, я с ним два раза разговаривал, говорил, «Нет, я тебя не собираюсь убивать». Но я же не говорил публично, что Рамзан Кадыров собирается меня убивать. Но почему-то он появился. А почему появился? Потому что я получил достоверную информацию, что против меня просто пошли киллеры. у меня было телевидение спутника ВК+. Я там выступил, сказал, что в одной из кавказских республик формируется команда, собираются приехать киллеры и меня расстрелять. тут приезжают люди от Рамзана Кадырова, группа его, его племянник там, сенатор, дают мне телефон, и мне Рамзан говорит, «Я вообще не твой враг». Я ему говорю, «Рамзан, а я разве тебя называл?» Он говорит, «Нет». Я сказал, «Кавказская республика». «Ну, Кавказская – это, значит, Чечня, а Чечня я рулю, а если я рулю, значит, все на меня». Я говорю, «Ну, крутая логика». Вот, и... Собственно... Логика есть в его разговорах, Девяна? Ну, как? Если бы я его прямо обвинил, это была бы логика, если бы сказал бы, например, Чечня. Я же даже не назвал республику. Но он правильно, я знал, кто к нему обращался, с ним, скажем, наша власть поддерживала отношения через зятя Назарбаева, Тимура Кулебаева, Кенец Ракишев. Можно забить в интернете фамилию Кенец Ракишев. Там они сидят с ним. Я знаю этих людей. Поэтому, знаете, когда вы все эти вещи озвучили, у вас политическая часть выпала и выглядит все плохо. То есть меня не допустили. Если английский суд и принял решение, не потому что я действительно украл, а меня просто не допустили, это был технический дефолт. И все иски, которые Казахстан успел сдать, там суммарно, не, по-моему, 15, но 9, по-моему, исков было принято, или 5, не помню, на сумму 4 с чем-то миллиард долларов. Вот и все. Понимаете? А 22 месяца мне тюрьмы дали. За что? За то, что я отказался приезжать. Я сказал, обеспечьте мне безопасность. Охрану мне не дают. Вооруженная охрана говорят нет. В случае, если на вас нападут, тогда вы должны позвонить. Я говорю, как? Меня будут расстреливать, а я должен вам позвонить, а вы должны приехать. Это у меня в полиции был разговор. А на меня было нападение. Турмовали мою машину, сбивали на встречный курс. Я ездил на броневике. И меня очень сложно было снайперами убить. Я все время ходил, что называется, закупоренный. Вот меня выдавили из Англии, требовали приехать. Я говорю, нет, вы обеспечите мою безопасность. Они это не сделали. И технический дефолт мне посудили. Поэтому в Англии не было никакого слушания и того самого поражения не было. Первое. Второе, вы говорите, вы поговорили с чем-то человек, по-моему, да, и так далее. Ну, во-первых, ну да, я вам так скажу. Любой человек, который что-то позитивное по мне скажет, он сразу получает статус врага этой власти со всеми вытягающими последствиями. Я же говорил, что когда я выходил в прямые эфиры три года, в стране вообще тотально выключали интернет. Меня дети знали. Дети смотрели мультфильмы, им говорили, там есть такой дядя Мухтар Аблязов, вот из-за него. Понимаете? Ко мне обращались блогеры, которые рекламу делали, просили, пожалуйста, не выходите. Я говорю, слушайте, я во Франции живу, во Франции выхожу, не в Казахстане. Я здесь моюсь. Может быть, у вас поэтому горячей воды не будет, потому что я в Париже моюсь. Я в интернете выхожу в Париже, а не в Казахстане. Поэтому, когда говорите, что кто-то меня не знал, ну, это, знаете, маловероятно, во-первых. А во-вторых, положительно никто обо мне не должен говорить. Как только он скажет, у него будут проблемы. Понимаете? А жизнь, она сама показывает, имея поддержку или нет. Если бы я не имел эту поддержку, что бы делала власть? Вот Мухтар Аблязов сидит в Париже, призывает на митинги. Если бы меня никто не поддерживал, то люди бы не выходили на митинги. Первое. Второе. Если бы власть знала, что меня, как вы говорите, никто не поддерживает, они бы на площадях не выстраивали щитами полицию. Мы даже эксперимент можем провести. Как только я призову на митинги, вы увидите, все площади будут оккупированы, там будет стоять техника. Вот, значит, мое какое влияние. Когда вы говорите, что люди меня не знают, негативно относятся, так далее. Может быть, вы общались с теми людьми, кстати говоря, которые являются просто сторонниками этого режима, которые встроены в эту систему. Возможно, не такое. Нет, конечно, данные и количество опрашиваемых людей, 117 человек, это, конечно, мизер, это, конечно, не показатель стопроцентный. Понятное дело, для того, чтобы сделать опрос, надо оплатить несколько тысяч человек, по крайней мере, в такой англобинации, как Казахстан, тем более. И в разных городах надо это делать. Да, конечно. Я то, что сделал... Условия нужны. Да, это нужны условия, это нужны общественные места, это нужно... В диктаторских странах объективности мы не получим. Вот смотрите, вот уже заканчивается вторая часть, я так понимаю, что это будет последняя часть нашей беседы. Может быть, будет и третья, посмотрим, как все это вот сложится. У нас есть несколько минут. Вот смотрите, вот я очень тепло отношусь к казахам, к казахстанцам. Во-первых, потому что благодаря казахам по большому счету мы выжили. Я имею в виду в ходе сталинских репрессий. Вот реально. И казахов я считаю таким уникальным народом, которые вот, несмотря на свою многочисленность, 18, кажется, миллионов казахов... В населении 20 миллионов в нашей стране. 20, да? Из них казахов 14 миллионов. Ну да, вот они, несмотря на рост научно-технического прогресса, на новые гаджеты, какую-то вот там американизацию, русификацию, по-разному это называют, они оставляют вот этот основной стержень гостеприимства и радости ближнего, вот это вот чувство плеча, чувство вот обязанности, родителей, отношений, вот старший, младший. Вот я же чувствую, я же разговариваю с людьми, и с русскими там у вас живут, и армяне, и грузины, и турки, разные у меня есть друзья. Ну вот я знаю элиту казахскую. И Назарбаевская, что-то я знаком, и вот Олжас Сулейменов, например. Это можно сказать мировая элита. Благодаря этому человеку, допустим, вот были закрыты ядерные полигоны по всему миру, Невада-Семипалатинск, мы об этом все знаем. Лайла Ахметова, это человек, который занимается вопросами Панфиловской дивизии, готовит поиски, ездит по разным городам, разным странам, собирает материалы, и в общем пополняет эти списки. В общем, это элита. У меня вот кроме вопроса, можно ли считать Мухтара Аблязова частью казахской элиты, казахстанской элиты, прошу прощения? Знаете, вообще слово элита насчет такая емкая вещь, поэтому ну, скажем, я не соглашусь с вами, когда вы называете имена, говорите, вот элита Назарбаева, элита Такаева и так далее. Это такой вопрос, вот если про Олжас Сулеймена, я его могу поделить на много-много частей, когда он действительно был заслуженный, его книги известны, Азия, там, по тюркизму и так далее. До 94-го года он был позитивный, скажем, был оппонентом, а затем просто его запугали, он уехал послом, в Ленецк и все прочее. Я его лично, конечно же, хорошо знаю. И надо разделить. Он тюрколог, он, филолог и все прочее. В этом смысле он, безусловно, авторитет. Я не очень понимаю, что такое элита, потому что, если его считать элитой Назарбаева, это не так, потому что он вырос в Советском Союзе и еще при Кунаеве стал известный, когда Назарбаева там даже и поминей не было. Поэтому он не является элитой Назарбаева или Тукаева. Он является человеком, который выдвинулся, сделал себя в советский период и получил заслуженное уважение. А дальше он, честно говоря, продавался все время. Поэтому я его не могу в этом смысле классическое понимание элиты, который является цветом, лицом нации, на которого ориентируется наша страна. Он не элита, на него не ориентируется. Более того, к нему относятся негативно. Он 37-го года рождения, по-моему, ему сейчас где-то 86 лет. Вот. Поэтому он не является элитой. Тем более человек, который вчера Назарбаева прославлял, а сегодня он его негативно поливает. Что за элита такая, который вчера, когда был Назарбаев при власти, все время ходил, выходил, получал всякие подарки, а как только как бы кажется, что Назарбаев покинул власть, он начал его поливать. Поэтому это не элита, это просто приспособленец. Это приспособленец. Что касается казахского народа, что гостеприимный, я могу сказать, что все народы мира гостеприимны. Это инстинкт человеческий, потому что если бы не было гостеприимства, то не было бы гостеприимства, человек бы не выжил. Это и ингушский народ такой же, и русский, и украинский, любой другой народ. А у казахского народа не спрашивали, когда сослали ингушей, чеченцев, поволжских, немцев, никто у них не спрашивал, просто силой загнали вагоной, и потом распорядок на нормальные качества людей они нормально принимали, как могли, сами будучи бедными. Это делали все абсолютно народы. И кыргызы делали так же, и узбеки, и таджики, и так далее. Тем более была, скажем, НКВДшная разнарядка. Устроить их, что-то сделать и так далее. Я бы не преувеличивал казахскую гостеприимность. Я говорю, что это общее свойство человека. Все религии на этом построены, потому что это основа сохранения человека и человечества. Вот если упрощенно говорить, я сам казах, и многим казахам, может быть, не понравится, хочется героизировать. Нет, это свойство человека, хуми сапиенсы. Понимаете? Мухтар, большое вам спасибо за то, что вы не побоялись выйти ко мне на эфир. Хотя заранее я вам сказал, что вопросы будут острые. Я заранее вас предупредил, что буду спрашивать жестко. Вы не побоялись, пришли. Это большой плюс, с моей точки зрения. Зрителям хочу напомнить, сегодняшний гость, это интервью в двух частях, Мухтар Кабулович Аблязов, бывший руководитель и владелец банка БТА, и министр труда и энергетики Казахстана. Энергетики и индустрии торговли. Энергетики и индустрии торговли. Казахстан, я ответил на мои вопросы и поделился своим мнением. Свои комментарии пишите, мы их будем читать, если что, возможно, мы продолжим наше общение. Мухтар, еще раз большое спасибо. Спасибо вам, Андрей. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok